Такой уверенности у меня нет, но я хочу напомнить всем тем, кто спровоцировал осложнение этой ситуации, что на самом деле Украина не только за землю воюет, а прежде всего воюет за тех людей, которые на этой земле проживают, потому что земля без людей это мертвая территория. И те украинские предприятия, которые находились под украинской юрисдикцией, оставались тем островком Украины, который получали украинскую гривню, которую мы поддерживали, те семьи этих людей, и сегодня они останутся полностью без влияния Родины Украины. Вот такая ситуация. Но я хочу еще всем сказать о том, что перед нами сегодня стоит действительно большая задача. Нам предстоит убедить и объяснить всем нашим западным партнерам логику и последовательность всех этих событий. Но самое страшное и самое главное, что люди должны понимать, что те возможности, которые мы хотели сделать уже в этом году, и увеличение пенсии как минимум на тысячу гривен, и увеличение роста экономики, сегодня действительно стоит под угрозой. Да, нам придется. В чрезвычайном положении, в чрезвычайном положении. Единственное, что хочу от себя отметить, единственное, что хочу от себя отметить, планы, конечно, у вас грандиозные по поводу убеждения наших западных партнеров. Пока западные партнеры, снова повторюсь, настроены не очень оптимистично. Нам бы разобраться с нашими полезными идиотами, которые просто-напросто удалили в спину. Продолжение следует...